Сказывает Центр культуры Высшей школы экономики. Мы продолжаем второй день двух конференций. Конференция исследователей высшего образования и конференция индивидуальных образовательных траекторий. У нас продолжаются наши пленарные заседания, пленарные сессии. Но вот, казалось бы, еще несколько лет назад все студенты, или не все студенты, а огромное количество абитуриентов стремились быть здоровыми, стремились стать менеджерами, стремились стать юристами, стремились стать продажниками, маркетологами. Опять все поменялось, опять хотят стать врачами, опять хотят стать инженерами. Это прекрасно, это удивительно и это почетно. Дорогие друзья, ближайший час панельная сессия «Технологический суверенитет. Новые требования к подготовке современных инженеров». Вновь на нашей сцене Евгений Жонов, научный руководитель, эксперт аналитического центра «Научно-образовательная политика», который и будет модерировать эту сессию. И Ирина Горбина. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Евгений. Вам слово. Спасибо большое. Друзья, мы продолжаем второй день объединенных конференций. И тема, без которой конференция посвящена трансформации высшего образования, осмыслению следовательской позиции невозможной технологический суверенитет. Ну, не буду повторять, только что уважаемый ведущий представил. Я приглашаю на сцену наших спикеров. Это Владимир Шевченко, ректор НИЯУ МИФИ, Владимир Игоревич. Александр Фадеев, проектор подцифровизации Томского политеха. Дмитрий Кайсин, директор передовой инженерной школы МАИ, директор цифровой кадровой платформы. Владимир Роктеенко, генеральный директор КАСТИС, организатор нашего мероприятия. Вместе с Ириной Бурдиной, которая мне будет помогать вести мероприятия. Ирина, пожалуйста, занимай место. Алексей Боробков, проектор подцифровой трансформации прекрасного Петербургского политеха Петра Великого. И с нами на связи Антон Ивашенко, на онлайн-связи, директор передовой медицинской инженерной школы Самарского государственного медицинского университета. Добрый день. Повторюсь, тематика Пишей, ее обсуждение, это не просто уже такой хороший тон на приличных встречах экспертного сообщества. Это, наверное, и необходимость, потому что программа в самом центре внимания и госполитики по линии Миноборнауки, программа в самом центре трансформации университетов в целом по стране, программа, конечно, поддержана на всех возможных уровнях, но если совсем недавно в Новосибирске на форуме технопрома, на других мероприятиях, мы говорили, скажем так, а как оно будет, когда вице-премьер Валерий Николаевич Фальков анонсировали программу, представляли состав победителей, представляли Владимира Игоревича Шевченко как методического лидера, то, наверное, сегодня есть смысл, особенно учитывая, что у нас конференция такая двуликая, с одной стороны, это практика, и от конференции это про то, как трансформировать университеты, и нас смотрят сейчас в режиме онлайн, коллеги в зале, непосредственно участники этой трансформации, а конференция его это традиционная, наверное, старейшая в России, такая классическая конференция осмысления философской роли задач будущей высшей школы, какой она должна становиться сегодня, завтра и послезавтра. Владимир Игоревич, вот такая рамка, наверное, даже и вопрос здесь не нужно ставить. Передовые инженерные школы, первые шаги, вот что вы как методический лидер, вот какие они первые шаги, получились или не получились? Спасибо большое, Евгения, спасибо за приглашение принять участие в этом разговоре. Действительно, этот проект знаковый, о нем много говорят, и мне бы лично очень хотелось, чтобы эти разговоры не то чтобы не прекращались, но трансформировались от разговоров ожиданий в разговоры, отчеты, обсуждения результатов, чтобы мы в этом проекте не отчитывались планами, как иногда у нас по час случается. Действительно, в июне прошел конкурсный отбор, и 89 ведущих университетов нашей страны вместе с индустриальными партнерами подали заявки, которые были советом по грантам заслушанные. Надо сказать, что все 89 были заслушаны очно, лично, были обсуждены, было проведено голосование, вот с Тим Ивановичем нам выпала честь в этом участвовать, как членам совета, и были отобраны 30 победителей, которые далее начали этот процесс создания передовых инженерных школ. Что является ключевой, на мой взгляд, идеей этого проекта? Инженерное образование в нашей стране имеет большую историю, многовековую, я бы сказал. Вообще, бренд «Русский инженер» он на исходе 19-го, начале 20-го века, он очень громко звучал, и звучал он громко прежде всего потому, что был подкреплен теми большими делами, которыми этими руками и талантом этих русских инженеров создавались, ну и Транссибирская магистраль, и много других проектов, и, конечно, инженерные вершины советского периода, это атомный и космический проект, многое взявшее, к слову сказать, в смысле заделов из дореволюционного времени. Но сегодня мы стоим перед новыми вызовами, и это вызовы как технологического характера, связанные с все более и более широкими внедрениями новых производственных систем, систем разделения труда, с одной стороны, а с другой стороны, с теми тектоническими процессами, которые происходят в мире в геополитическом измерении. И это все ставит вопрос о том, каким мы хотим видеть человека, который будет создавать и поддерживать техносферу нашей страны в горизонте 5, 10, 15 лет, ну, совершенно на повестку дня, такую, я бы сказал, с абсолютно первым приоритетом актуальности. И наша задача, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, который определен как экспертный методический и методологический оператор этого проекта, состоит в том, чтобы как можно скорее перевести вот эти вот школы, эти университеты из конкурентной позиции в кооперативную, для того, чтобы они все вместе начали работать в некотором едином пространстве деятельностном, и чтобы они начали воспроизводить и делиться лучшими практиками, в том числе практиками своих индустриальных партнеров, чтобы мы как оператор могли максимально эффективно эти практики упаковывать, сделать из них такие образовательные продукты, которые можно будет быстро транслировать на всю систему инженерного образования нашей страны. Очень важно, что этот проект принципиально открытый. Любой университет с индустриальным партнером может объявить о создании у себя передовой инженерной школы и участвовать во всех сутевых деятельностях этого проекта. И у нас есть примеры заявок, вот Алексей Иванович не даст соврать, когда софинансирование индустриального партнера существенно превышает то бюджетное финансирование, которое этой заявкой запрашивается. Например, университет Иннополис вот такой был. И это в этом смысле, я сейчас не хочу обсуждать, будет там какая-то ротация, будут ли в этом смысле какие-то санкции к тем, кто будет не выполнять какие-то показатели. Это дело будущего. Но в любом случае тот настрой, который есть у университетов, и то их желание действительно начать серьезный предметный разговор о том, как должно быть устроено образование современного инженера, русского инженера 21 века. Что он должен знать, что он должен уметь. Как мы должны простраивать его образовательную траекторию от детского сада, если угодно, когда ребенок начинает играть с конструктором Лего, и до главного конструктора крупной технологической компании, в идеале мирового лидера в соответствующей сфере. И вот то, что эти вопросы сейчас на повестке дня, на слуху, и мы со своей стороны будем делать все от нас зависящее для того, чтобы максимально эффективно вот эту площадку этого разговора, причем часто этот разговор будет очень делиться приятной, надо отдавать себе в этом отчет и готовиться к этому, поскольку мы не можем сказать, к сожалению, что все наши технологические компании, которые участвуют в этом конкурсе, являются мировыми лидерами в своих сегментах рынка. Там такие, безусловно, есть, но в этом смысле компаниям тоже есть куда расти, тоже есть к чему стремиться, тоже есть какие задачи перед собой ставить и о чем думать. И вот это вот пространство такой вот кипящей мысли, которая будет трансформироваться в реальные решения образовательные и другие, это то, что вот сейчас как раз находится в стадии формирования, здесь присутствуют мои коллеги, которые оперативно каждый день этим занимаются, и вот Юрген Тихомиров, руководитель нашего методического центра передовых инженерных школ, выступал, насколько я знаю, на других сессиях, и рассказывал о том, что конкретно мы делаем. Спасибо. Спасибо большое. Когда речь идет о формировании лидерских конструкций, победоносных конструкций в сложное время, в условиях, когда много непонятных переменных, то, конечно, на первые позиции выходят лидеры, те, кто умеют, те, кто умеют побеждать в условиях, когда, казалось бы, и сложно это сделать. И, конечно, здесь опыт Петербургского политеха, он один из лучших. Очень здорово, что Алексей Иванович сегодня с нами. Вот если говорить про технологический суверенитет, это главная тема нашей сегодняшней дискуссии, мы раз от раза будем к ней возвращаться. начали с передовых инженерных школ. Но это же не только про Пиши. Мне кажется, что кому-то не нравится, что наша страна формирует технологический суверенитет, но мы будем продолжать свою работу. Вот вчера здесь, на этой сцене, выступали два замминистра, Андрей Мельчук и Дарья Кирьянова. И Даша рассказывала, что была вот только-только встреча с первым вице-премьером Белоусовым. И говорили про технологический суверенитет в том числе. Мы знаем, какие большие задачи стоят, и в том числе поставлены перед директорским сообществом куратором, курирующим вице-премьером Дмитрием Чернышенко. И так или иначе, они сводятся на площадки университета. Через университет, через программу университета, через программу трансформации университета, технологический суверенитет нашей страны во многом куется. Вот если говорить, продолжая разговор, который мы с Дмитрием Ильичем начали, не про то, как быть впереди. Все, уже запущен процесс, и программа передовых инженерных школ запущена, и университеты уже практически ответы дают на те вызовы, которые поставлены импортозамещением, и проблемы с замещением софта, и так далее, и так далее. Если говорить об опыте питерского политеха, успешном, вот что сегодня происходит, и какие ответы правильно сегодня давать, так чтобы технологический суверенитет нашей страны состоялся? Спасибо за хороший вопрос. Ну, я бы, когда говорил бы о технологическом суверенитете, в первую очередь бы не терял одну из основных составляющих, это, конечно, цифровой суверенитет, и не менее важная, смежная, вот это когнитивный суверенитет, на нашем примере, прямо как целая страна, потеряла когнитивный суверенитет, начиная от отмены языка, и так далее, и так далее. Значит, конечно же, мы говорим о, когда технологический суверенитет, это какие-то прорывы, когда мы делаем решение задач, технологии, продукты на глобальном мировом уровне, с характеристиками, которые соответствуют или лучше превышают этот мировой уровень. Для этого, конечно, нужны компетенции. Компетенция, если краткое определение, это знание в действии. Действия мы их приводим с помощью технологий. Понимаем, что технологии очень стремительно развиваются, они с каждым годом становятся более наукоемкими и мультидисциплинарными. А это прямой мостик к тому, чем должно заниматься инженерное образование. В первую очередь, мы, конечно, говорим, говоря о передовых инженерных школах, о разработчиках, об инженерах-исследователях, те, которые, обладая вот этими мультидисциплинарными знаниями, системными знаниями, смогут разрабатывать технологии, применять технологии мирового уровня, безусловно, создавать продукты, участвовать в разработке этих продуктов в широком смысле. Это могут быть установки, это могут быть машины, конструкции, все что угодно. Ну, а для этого нужно как раз вот обладать компетенцией мирового уровня. Если говорить конкретно про питерский политех, то, конечно же, с 2007-2008 годов в России началась очень сильная такая поддержка вузов. Это инженерно-образовательная программа, национальный исследовательский университет 5100. И была очень конкретная программа в 2013 году запущена, мы в первой волне победили. Это инженерный центр. Это был уже прообраз. И здесь вот была ориентация на решение задач промышленности. Тогда никто не говорил фронтирные инженерные задачи, но целевые функции были такие. Дальше чрезвычайно важный момент это участие, конечно, в национальной технологической, подчеркнуто, инициативе, не технологической суверенитеты, а инициатива, запущенная президентом Российской Федерации в декабре 2014 года и формирование сети центров компетенции НТИ по сквозным цифровым производственным технологиям. Ну и мы вот здесь новые производственные технологии. Напомню, что это направление в стране появилось в сентябре 2014 года, когда был проведен президиум президентского совета. Дальше, соответственно, мы знаем, что НОЦы мирового уровня были предложены и научные центры мирового уровня. Да, где наука? Вот фундаментальная наука и ориентация была, но она сохраняется, безусловно, это публикация результатов серьезных фундаментальных исследований в журналах первого и второго квартира. Ее никто не отменял, с некоторыми особенностями она осложняется, но, тем не менее, мы должны демонстрировать высокий научный уровень и мгновенную конвертацию в прикладные исследования, технологии, и применение это на практике. Министерство любит повторять эту фразу, свою сентенцию. Проекты нужно рассматривать, все сейчас программы в продуктовой, технологической логике. Вот все сказано, фактически движение в сторону технологического суверенитета. По пути достижения технологического суверенитета мы участвуем в процессе, естественно, все в импортозамещении, в импортоопережении. Решив задачу технологического суверенитета, мы сможем говорить о глобальной конкурентоспособности экономики и национальной безопасности России. То есть это взаимосвязанные задачи на разных уровнях, три уровня можно выделить. Конечно же, например, проблема или задача ключевая замещение или импортозамещение зарубежного программного обеспечения средств, с помощью которых создаются продукты и изделия, она является одной из актуальных. Вот вчера на форуме двигатели строения это была ключевая тема, потому что двигатели, газотурбины, двигатели наземные, значит, морские, воздушные, они являются ключевой характеристикой данной ЮНЕСКО, что это наиболее наукоемкий, если взять их масштаб, объем не такой большой, как атомные станции, сооружения на Земле, и число стран, владеющих полным циклом создания двигателей, значительно меньше, чем число стран, владеющих ядерным оружием. То есть, конечно, проблема софта, российского софта, который будет тоже конкурентоспособным обладать характеристиками не хуже, чем лучшие мировые образцы, она является ключевой. То есть, рассматривая вот всю систему и на всех стадиях жизненного цикла, двигаясь достаточно динамично и целенаправленно, а прорыв это фокусировка интеллектуальных, технологических и финансовых ресурсов, конечно же, ну, мы движемся в сторону достижения технологического суверенитета. И Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и ПИШ, как передовой отряд инженерный, вносит, надеюсь, вот посильный вклад, достойный вклад в это движение. Спасибо большое. Ну, вот этот процесс импортозамещения, он в некоторых, в некоторых аспектах о нем вспоминаешь так вынужденно. Я вот довольно часто летаю, наверное, как и многие присутствующие. Когда летишь сейчас на иностранном самолете, там, на Боинге, на Эрбасе, думаешь, ну, так, когда вот этот самолет ремонтировать не нужно, когда он перестанет летать. Я хочу продолжить вашу мысль. Вы в качестве одного из ярких примеров привели двигатель строения, самолет строения, и с нами Дмитрий Кайсин, директор передовой инженерной школы МАИ. Был очень хороший вопрос, который на технопроме вице-премьер задал министру о том, ну, у нас же в стране давно готовят хороших инженеров, советская инженерная школа известна, из него выросла российская школа, но мы говорим о новых требованиях подготовки инженера будущего. Давайте я поддерживаю здесь тезис Дмитрия Игоревича о том, что пора прекращать говорить о том, как нужно, давайте уже начнем говорить, а как мы делаем, как в МАИ готовят тому самого инженерного будущего, имея в виду и новые требования, и может быть новые ответы на новые вызовы. Пожалуйста. Да, спасибо большое. Ну вот, говоря как раз про авиационную технику, прямо сейчас именно сотрудники, пока вот мы здесь с вами на сцене рассуждаем, сотрудники передовой инженерной школы Московского авиационного института выполняют работы по расчетному сопровождению ремонтов авиационной техники в части там, например, композитных конструкций. Потому что, действительно, если еще год назад все ремонты выполнялись замечательно по инструкциям и руководствам по эксплуатации зарубежных компаний, сейчас этого нет. Вот это пример того, как бы как раз решения конкретных на материале конкретной ситуации, конкретно в жизни задачи, связанные с технологическим суверенитетом. Потому что, ну там, продолжая мысль Алексея Ивановича, я согласен, новые технологии, да, но новые технологии без реализации их на конкретных проектах, на конкретных индустриальных задачах, они останутся научным знанием и останутся такими теоретическими компетенциями. Поэтому ключевым фактором действительно является появление таких живых настоящих проектов, где молодежь и уже среднее поколение обладающие компетенциями будут их применять и на самом деле только тогда они станут вот этим знанием в практике. Ни в каких учебных задачах это достаточно невозможно сделать. Поэтому по всем направлениям, по которым мы сейчас работаем в передовой инженерной школе, это и композиты, и аддитивные технологии, по всем ним ключевая наша задача сформулировать эти проекты. Не всегда индустрия здесь нам даже как бы быстро дает ответ на эти вопросы. Потому что действительно сейчас, особенно в современной ситуации, появилось много срочных важных задач, которые пока не про новые технологии, не про решение закрытия текущих каких-то разрывов. А с кем разговаривать про передовые задачи, про новые изделия, это вопрос сложный. Поэтому одной из ключевых компетенций, которую мы считаем, должна становиться ядром, частью инженерного образования, как это ни странно, становится управленческая. Становится способность сформулировать эти задачи самостоятельно, где-то вместе с индустрией, где-то за индустрией, сформулировать техническое задание, не только выполнить сложное техническое задание, самостоятельно структурировать междисциплинарную команду, найти общий язык. Опять же, если мы говорим про междисциплинарную команду и вообще про командную подготовку, но вряд ли выпускники одного и того же направления подготовки смогут сформировать команду, потому что это будет пять одинаковых человек. А команда это как раз взаимодействие разных дисциплин, разных людей и реализация вот таких междисциплинарных программ принципиально на стыке инженерии и IT, где наши выпускники, например, направления IT подготовки приносят знания, ну, условно, такие базовые в области математики, но без знания аэродинамики и гидрогазодинамики, ну, они не смогут спроектировать ничего. А здесь, собственно, да, добавляется уже инженерная, как бы база инженерных знаний. И вот тут кроется тоже такой небольшой риск, который мы видим, и с которым, я считаю, все передовые инженерные школы должны будут столкнуться рано или поздно, риск вот там упрощения и желания каких-то быстрых побед. Освоив, неважно, иностранное программное обеспечение, русское программное обеспечение, за год-два вы не станете инженером, как и не станете программистом. Это более сложная подготовка, более длинная, которая, ну, собственно, должна сформировать вот это инженерное мышление. И оно формируется не только на парах по матанализу, оно реализуется, собственно, вот в этих сложных проектах. И наличие такой вот среды, которая эти сложные проекты дает возможность решать и бакалаврам, даже уже, и магистрам, вот такая задача, которая, присоединяясь к идее когнитивного суверенитета, вот эта задача, которая перед нами стоит. И по всем остальным направлениям точно так же можно перечислять электрические гибридные силовые установки. Нельзя разрабатывать вообще просто вот абстрактную модель или макет электрической гибридной силовой установки. Мы должны знать вместе с самолетчиками, вертолетчиками, разработчиками беспилотной техники, где она будет стоять, где она будет эксплуатироваться, какие параметры по надежности, по ресурсу, по стоимости она должна быть. А такое ТЗ, ну вот, извините, на рынке не валяется, его нужно сформулировать самому, нужно собрать в переговорах кооперацию, в том числе с участием наших индустриальных партнеров и наших лабораторий. Мы очень часто в передовой инженерной школе МАИ, собственно, наших же соседей с других институтов, с других центров компетенции, используем в качестве заказчика. Беспилотная техника, отлично, они разрабатывают концепцию и моделируют аэротакси будущего, мы под это разрабатываем силовую установку, систему сервиса, систему обработки цифровых данных. И вот такая кооперация внутри нам позволяет, если хотите, смоделировать жизнь настоящей индустрии. Вот такая идея, есть много чего еще рассказать, но я думаю, что мы действительно дискуссию по передовым инженерным школам продолжим не только сегодня на этой сцене. Спасибо. Жень, я бы перенеслась сейчас вот сразу после самолетов в Самару, потому что у нас еще и медицина есть. И медицина в Самаре, она у нас совсем непростая, потому что сам ГМУ один из вузов, который в центр своей политики, программы развития, ставит как раз современное инженерное медицинское образование. Это совершенно уникальный опыт, который сейчас есть. По-моему, еще единственный университет, где есть целый штат программистов. Да, но что интересно, что интересно... Похоже на врачей, но программисты. Да, но единственное, что пока, насколько мы знаем, в технопарке выпускников СамГМУ в качестве инженеров нет, но такое планируется, правда же? Спасибо большое за слово. Меня слышно, да? Да, да, мы вас и видим, слышим прекрасно. Большое спасибо за такую возможность и за такие слова. Действительно, сейчас в области медицины вопрос импорта опережения, импортозамещения очень важен, поскольку мы это все почувствовали в период пандемии, а большая часть медицинской помощи, она сейчас высоко психологичная и должна быть высоко психологичная. И в этом плане роль инженеров, разработчиков, она очень высока. И кроме этого, еще и задачи решаемой медицинской инженерии сложные, и время от идей до выхода на рынок часто затрудняется в связи с необходимостью сертификации, в связи с необходимостью организации серийного производства. Все это очень сложные моменты, но эти задачи решать надо. И вот именно для того, чтобы в этой области быть, скажем так, впереди и как-то достигать заданных целей, заданных задач, у нас на базе Института инновационного развития организована технопарк, организована собственная производственная площадка, собран действительно штат IT-разработчиков, инженеров, больше 150 человек у нас работает. Но этого недостаточно, надо еще больше. Именно поэтому мы встали на этот путь создания собственной медицинской инженерной школы. Сейчас обучается 51 человек. Это пока программа ДПО, потому что мы пока открываем магистратуру, проходим все эти этапы лицензирования, аккредитации. Но, конечно, их обучение не ограничивается тем часами, которые предусмотрены программой. Ребята работают буквально стандартный рабочий день, занимаются инженерными задачами, причем это в том числе и выпускники других вузов, в основном выпускники других вузов по техническому профилю и по IT-направлениям, по направлениям биотеха, биоинженерии. Мы разбили коллектив вот этих ребят на такие проектные группы, небольшие команды, сгруппированные по направлениям продуктовой разработки совместно с нашими партнерами, высокотехнологическими компаниями. И какое-то время они проводят там, а какое-то время, собственно, объединяются вместе для того, чтобы изучать медицинские дисциплины. Это вопросы реабилитации, вопросы разработки нейроинтерфейсов, нейротехнологий. И вот здесь мы хотим сделать так, чтобы мы ограничивались не только медициной, а, собственно, пытались построить такую смешанную антологию, смешанную картину мира, в которой инженеры могли бы изобретать, могли бы создавать новые решения современного уровня, в том числе вдохновляясь, руководствуясь идеями биологии, медицины, физиологии. Вот в духе концепции Леонарда Винчи построение такого, значит, человека и, собственно, анализа и синтеза новых инженерных конструкций. Надо сказать, что эта идея вызывает довольно большой интерес у наших обучающихся. Часть ребят занимаются совершенно новыми задачами, выбрали эти новые задачи в качестве своих занятий. Часть, собственно, участвуют в реальных проектах. Но мы постарались сформировать им текущие задачи таким образом, чтобы уже в декабре какие-то промежуточные результаты на уровне MVP, на уровне каких-то частных решенных уже задач у нас были. И в рамках этих задач они при этом освоили какие-то новые для себя компетенции, новые для себя области. И, собственно, вот уже в декабре мы планируем, скажем, провести такой семинар, такой демо-экзамен, в котором уже будем, скажем так, не мы выступать, а будут выступать наши студенты. И, собственно, уже промежуточные результаты позволяют нам ожидать довольно интересных решений в этот момент. Ну, а в целом, конечно, подготовка новых специалистов в области социологической медицины, в области цифрового здравоохранения крайне сейчас важна. Рынок очень большой и с учетом текущих возможностей я надеюсь, что мы сможем оказать существенный вклад в этой области. Спасибо большое. Половина нашей дискуссии прошла, осталось даже чуть меньше половины. Мне хотелось немножко обострить угол диалога. И вот вроде хорошо все звучит. Уважаемые коллеги говорят, что, судя по ответам, что они готовы к тем вызовам, которые есть, и все получается. Но у нас же разговор не про то, что поделиться, что у нас все хорошо, не только про это. И публика, которая нас сейчас смотрит, это экспертная публика, которая максимально вовлечена в разные проекты трансформации университетов. Это и работа в рамках приоритета 2030, и тех же самых ПИШИ, и так далее, и так далее. Мне бы хотелось обратиться к опыту Томского политеха. Вчера Александр нам рассказывал. Александр – проектор по цифровизации Томского политеха, но не только на цифре функционал завязан. И Томский политех – это один из тех университетов, которые изначально, тем более новая команда, которая недавно пришла, команда Дмитрия Седнева, строит очень плотный диалог, где с одной стороны регион, то есть продолжается логика большого университета, о чем нам сейчас Эдуард Глажинский рассказывал. С другой стороны, очень плотное вовлечение в бизнес. Здесь же наука, которая наука, причем, рождается и в университете, и университетские ученые, и академические ученые со стороны. Вот если говорить про неуспехи, у вас много успехов, про них можно сказать. Но мне бы хотелось слышать про, может быть, сложности в первых шагах, я не сказал бы проблемы, но где вы видите для себя задачи, для решения которых чуть сложнее? То есть началась программа, скажем так, подготовки инженеров в новой итерации, и с чем вы столкнулись, с каким проблемам? Вот вызовы, которые стоят перед университетом сейчас, которые вы решаете с трудом. Ну, наверное, правильно назвать это вызовы. Мы, когда разрабатывали программу передовых инженерных школ, мы взяли тот лучший опыт, который есть у нас, институт Херриот ВАД, который делает, наверное, лучших нефтяников в стране. И главная сложность – этот опыт даже внутри университета перенять, транслировать на другие подразделения. И здесь очень большая глубокая работа. Вот коллеги говорят уже о том, что кросс-дисциплинарность очень важна. Никому не нужны сегодня просто айтишники. Лучший нефтяник – это бывший айтишник. Лучший нефтяник – тот, кто имеет хорошее базовое образование в айти, а потом в магистратуре в сжатые сроки. Спасибо за то, что вы подчеркнули, что мы тесны с промышленностью, с индустрией. Вот в глубоком погружении в индустрию он понимает прикладную отрасль. И наоборот, если у него бакалаврское базовое образование нефтяника, то в магистратуре мы можем из него сделать айтишника. И тогда он становится связующим звеном между цифрой и реальными вызовами, задачами, которые стоят сегодня в индустрии на производстве. Вот перейти вот этот барьер, когда мы в бакалаверате и магистратуре готовили по одному направлению, очень тяжело, потому что мы привыкли, что вот там 4 года или 6 лет мы учим одному и тому же. А это уже не действует. Новые вызовы требуют совершенно новых подходов. Ну и второе, все-таки глубокое вовлечение проблем индустрии в университет. Пока мы не погрузимся, вот Дмитрий сказал, нам нужно знать, что сегодня в индустрии важно, чем заниматься. Это невозможно узнать. Нужно туда идти и вместе с ними понимать. Вот на уровне понимания только тогда университетская наука начинает действовать, как сердца начинают биться в ритме с индустрией. И только когда реальные задачи становятся понятны университету. Никогда, повторю вчерашние слова, никто из индустрии не придет и не скажет, так сделайте мне вот это, вот это, вот это через 10 лет, вот это. И вы будете молодцы. Нет этого. Уже, во-первых, нет того времени ждать. Нужно прямо сегодня здесь понимать, что горит прямо сейчас в индустрии и мгновенно в этот процесс включать и ученых, и, конечно же, наших студентов, которые в плотном режиме, в плотном графике, в глубоком погружении вылетают из университета и сразу в компании становятся, они уже там свои родные, они уже там часть этого организма. Александр, вот я вас слушаю и понимаю, что мы так ни разу не сказали слово. Тренд-вотчинг, да, мы никогда до сих пор не учим прогнозировать изменения, те же самые технологические. Мне кажется, это вот Алексей Иванович делает, даже есть специальный термин, который присвоили ему коллеги западные, да, двойной прыжок лягушки, когда мы запрыгиваем на совершенно, казалось бы, недостижимый уровень, а с него начинаем уже откатываться назад к той достижимой технологии, которую можно сделать здесь и сейчас. И вот в конце концов при подготовке инженеров мы все-таки научим их планировать будущее, видеть будущее. У кого здесь и здесь присутствующих хоть какой-то курс по этому поводу есть и кто в эту сторону смотрит. То есть проектирование будущего как сверхзадача для того, чтобы знать, что делать, а не решать по мере поступления сформулированные задачи. Вот где беда-то. Я маленечко попробую развернуть это. Вот когда мы говорим про импортозамещение, на мой взгляд, мы говорим о прошлом. Мы пытаемся воссоздать то, что было там у кого-то у других и сделать это хотя бы так же. А когда мы решаем реальные проблемы индустрии, мы уже решаем задачи будущего. Когда в индустрии это не решено, нету решений, требуется исследование, это и есть взгляд в будущее. Мы, решая совместно с предприятием то, что сегодня, то, чего нету, ищем, мы и уже строим будущее. И важно, чтобы студенты были погружены именно в этот процесс поиска будущих инженерных решений. Вот оно, будущее здесь формируется. Курс, где, в каком ВУЗе и здесь сидящих все-таки есть некий курс или некий план подготовки инженеров с точки зрения заглядывания в то самое будущее, а не обучение здесь и сейчас. И, кстати, вот мы говорили про матрицу НТИ, про сквозные технологии. У кого-нибудь программы перестроились под сквозные технологии или курс строится так же, как строился до этого? Нам в этом смысле повезло. У нас любой проект, он имеет цикл 20-30-40 лет в нашей индустрии. Нам нельзя без этой дисциплины. Но вы действительно правы, что нам пришлось продавливать сначала и в повышении квалификации переподготовки действующих специалистов, работников индустрии, что перед тем, как вообще любую тематику обсудить, мы прямым нормативно ставили первые дисциплины, первым курсом. Иногда, честно, даже делали это бесплатно, считая, что это важно включить. Не брали за это дополнительных никаких средств. Курс, связанный с маркетингом и инструментами заглядывания вперед, не только с точки зрения трендов. Тренды зайди в интернет, почитай. Вопрос, где эти тренды, в каких изделиях, как будут применяться. Опять же, приводил пример электрический двигатель. Ну, замечательно. Теперь, внимание, вопрос. Когда, в каком году, на каком изделии эти двигатели появятся? Потому что, уважаемые двигателисты, они не сами по себе живут. Не нужен никому отдельный двигатель. Он нужен на конкретном изделии. И это первое, с чего нужно начинать. С понимания того, что будет в твоей индустрии через 5-7-9 лет. И только под это закладывать уже дальше. И какие технологии у вас появятся через 5-7 лет, которые вы сможете применить и интегрировать в свое изделие. Это задача, которую мы сначала обязательно прошли с действующими. Но теперь это обязательный кусок обучения и в инженерных дисциплинах, в бакалаварятных специалитетах, собственно, по многим направлениям в мои. Ну, Ирин, можно я вашей команде с Владимиром мячик немножко верну? В зале образовательного сообщества университетская и на сцене, собственно говоря, и в онлайне. И, конечно, коллеги хотят максимально внедрить в свои программы развития, программы трансформации российские решения. И этими решениями, ну, середняки будут импортозамещать. Те, кто передовики, конечно, они хотят идти вперед и не копировать, и в том числе не самым лучшим образом какие-то решения, которые мы уже не можем использовать, а идти вперед во всех смыслах. И в этом смысле ваша компания Кастис, вы же нас и объединили здесь. То есть здесь, по сути, консорциум университетов. Те коллеги, которые у вас уже есть, те коллеги, с которыми вы партнеритесь. И, по сути, вы же и даете ответ во многом, в том числе для инженерного образования, для цифрового университета, цифровой экосистемы, куда двигаться вперед. Ну, я не буду сейчас спрашивать, что предлагаете. Это совсем был бы простой ответ, не для нашей экспертной дискуссии. Но как достигать глазами тех, кто работает в компании, которые работают с университетами, глазами компании, которая дает решение вместе с университетами, придумывает, как готовить новых инженеров и как идти в ваше решение о цифровом суверенитете? Ну, работающее решение, которое сейчас уже работает. Владимир. Спасибо. Давайте я тоже поговорю, наверное, в таком не в ванильном стиле, не то, что... Как настоящий физтех. Да, что это будущее уже наступило. Очень точно схвачено, я просто заострю какие-то тезисы, что были произнесены, что должен делать современный инженер. На самом деле он должен стать рыночной персоной, он должен понимать, что такое рынки, потребление, как это употребляется, как это будет употребляться через 10 лет. Во-вторых, верхняя каста инженеров должна иметь, безусловно, свои модели отрасли, в которых они работают, в том числе цифровые модели, цифровые двойники, вплоть до цифровых двойников. И, конечно, когда я слышу, когда мне говорят, спросите индустрии, никому ничего индустрии никогда не скажет. Индустрия развивается насильно, она развивается со стороны и за счет инноваций, которые делают проектные компании или технологические компании. И всегда первые инновации в индустрии идет очень тяжело, они не хотят их пробовать, и только доказанная рекордная эффективность позволяет вам претендовать на дальнейший сбыт. Поэтому вы лучше индустрии должны знать, куда она развивается, если вы инженер, если вы продуктовик, извините за такое слово, потому что иногда инженер – это что-то сделать, а не то, чтобы это потом было употреблено и зажило в жизни. Вот это надо решительно отменять. Инженер – это про то, что заживет в жизни. И надо сказать, что даже в советской школе перекос сделать, а не в то, чтобы это зажило, был достаточно большой, от него надо уходить. Безусловно, это очень сложная профессия в смысле коммуникации. Есть, грубо говоря, междисциплинарная коммуникация, есть предметная сложность, а есть позиционная сложность. Понимаете, там человек, который что-то разрабатывает, как ему поговорить с тем, кто это выводит на рынок? У них разный язык, они про разные вообще. Вот, и так далее. То есть в этом смысле инженер должен управлять не проектами, но, извините, это слово «программами». Проект – это когда понятно, что надо сделать. А программы – это когда понятно, в какую сторону надо развиваться, из них появляются там проекты, которых понятно, что надо сделать. И Дмитрий Кайсин точно сказал, что само искусство поставить задачу, оно сейчас выходит вообще вот просто вперед. Потому что мир быстрый, ресурсов мало. И вот каким жадным проектным шагом можно двинуть свою программу вперед? Почему он будет сделан? Почему он будет сделан за разумное время, за разумную стоимость? И как его собрать? Это почти предпринимательское действие, извините меня, вот если так по силе говорить. Вот, но это про сложность задачи, а к тому, что она далеко не автоматическая, и она не достигается там вот тем образовательным процессом, который у нас есть сейчас. Давайте я скажу свое, как сказать, видение, оно авторское. То есть чего точно не хватает? Смотрите, когда мы сталкиваемся с такими вызовами, в принципе, ну, можно делать всего две вещи. Я сейчас такой бытовой ответ дам. Можно привлечь в свою деятельность новые ресурсы, которые раньше не привлекали, стать более открытой системой, перестать себя считать самым умным. Извините, вот я так жестко скажу. И второе, вы можете в эту систему добавить гибкость. Она должна быстро перестраиваться, потому что контекст меняется, и это не проект, это программа. Вы никогда не знаете, что будет за следующим поворотом. Вы предполагаете, но только повернув туда, освоив новую практику, вы начинаете осознавать, с чем вы сталкиваетесь на самом деле. Соответственно, мне кажется, в системе образования должно появиться две ключевые технологии, которых там сейчас почти нету. Они есть местами, но давайте о них я и поговорю. Первое, мне кажется, должно появиться массовое проектное обучение. Обучение, причем оно должно появиться в двух ролях. Всем более-менее понятно, что это такое в аспирантуре, в магистратуре, что это такое в НЕОКРЕ, когда есть реальный физический результат, который надо достичь, и все обучение приносит ему к жертву. Там нет обучения, там есть дотаскивание персонала, самого себя, до обучения на лету, прошу пришить задачу. Вот. Это слабая форма проектного обучения. Она хороша, когда уже люди обучились и начинают работать, когда они, я говорю, там в магистратуре, в аспирантуре, на производстве, там, в общем, в проектных организациях. Вот. Я призываю за другую форму проектного обучения, которая должна наращать работать с первых курсов в инженерных вузах, когда для студента проект настоящий, а для тех, кто ему преподает, он имитационный. Это позволяет делать совершенно другое количество ошибок. Это позволяет учить студента с совершенно другой скоростью, потому что здесь вы вкладываетесь в него, а не в проект. Ваша первая цель – этих звезд быстро накачать всей сложностью проектной деятельности, о которой мы поговорили до этого, а не сделать какое-то изделие. Но он об этом не знает. Он играет в это по-честному. И там самая сложная задача – это выбрать проект в сообразной группе, команде, которую подобрали, двинуть ее вперед, но чтобы они не порвались. Вот. И я не вижу такого проектного обучения в России. И я считаю, что просто необходимо делать. И что бы нам это ни стоило. Да, у вас нет таких преподавателей. Да, у вас нет такой возможности. Но если мы это не сделаем, не будет у нас никакого рывка. Потому что мы будем раскатывать на колесе, как говорят у спортсменов. Они будут делать, как вы. И они не будут осваивать ничего принципиально нового. Они не станут инноваторами. Вот. Второе, что надо сделать, это уже про открытость системы. Надо все-таки выходить за границы вузов. И слава богу, я рад, что ПИШ очень сильно двигает в этом направлении. Если говорить про технологему, которая должна быть внедрена в российском образовательном сообществе, это гибридное сетевое образование. Это значит, что вы можете пользоваться ресурсами других вузов, не только в онлайне, потому что это слабый инструмент. Давайте я так скажу, слабый. А собирать совместные программы. Ну, например, давайте я скажу не про инженеров, исследователей, про которых мы говорили, например, про эксплуатантов. У нас есть атомный флот, который будет ходить по Севморспути. Кто может научить людей, которые эксплуатируют атомный фронт в России сейчас? Мореходки нет. Они ничего не знают про атомные установки. МИФИ нет. Ничего не знают про мореходку. Вот. Им придется скооперироваться и сделать совместную программу, потому что это запрос государства. И под каждую сложную вот такую задачу, где страна делает новое, придется собирать сетевые программы, которые многоагентные, но которые полноценные университетские программы со всем оффлайнами, с коммуникативной педагогикой, с сложными формами преподавания типа проектного обучения. Вот. А для этого вам придется сильно поменяться, потому что, чтобы участвовать в этой сетевой гибридной деятельности, за этим должна стоять федеральная платформа, которая это поддерживает. Не должны быть соответствующие таксономии и стандарты, которые все разделяете, иначе это работать не будет. Вот. Я вот так вот накидал, что должно случиться в ближайшие пять лет. Спасибо большое, Владимир. Хороший у вас прогноз, в том смысле, что по этой дорожной карте, кажется, есть ответы. У нас буквально 17 минут осталось, я хочу задать один общий вопрос нашим уважаемым участникам, после чего мы подведем итоги. Очень хорошо помню, как стартовала программа 5.100, и когда спустя короткое время после начала запуска программы стало понятно, что часть участников, ну, скажем так, в чем-то провисает. То есть стали понятны моменты для тонкой настройки, которая была сделана, ну, с разным успехом. Ну, скажем так, после старта программы было понятно, где есть проблема для дальнейшего успешного движения. Точно так же программа Priority 2030 уже прошло определенное время после ее старта, и слабые места отдельных участников тоже понятны. Где-то не работают консорциум, где-то нужно кадровое усиление, где-то нужно крепить связки, например, команды губернатора с университетом, либо научные компоненты взаимодействия с Академическим институтом и университетом и так далее, и так далее. Вот у меня вопрос ко всем участникам, начиная с вас, Владимир Игоревич. С одной стороны, передовой инженерной школы в проект запустился, с другой стороны, вопрос технологического университета, он же общий, он же сквозной, он не только пропиши, он и приоритет затрагивает, и он в целом тот вызов, на который сейчас так или иначе отвечает не просто университет, а консорциум, который создавался в последнее время и продолжает создаваться. Видно ли уже вот те моменты для тонкой настройки? Может быть, то, что, на что, я не сказал, будут проблемы, но ощущение, что разные государственные команды, это, конечно, и команда вице-премьера, и команда Миноборнауки, и разные другие команды, они говорят про одно и то же, про то, что если нужно что-то настраивать, вот что-то дополнить, то нужно это обсуждать. А таких и встречи, как наши с вашей, но это лучшее место для того, чтобы вот эти тонкие моменты для настройки подметить, что вы лично, как эксперт, ваша команда, как методический лидер, передающих инженерных школ, видите уже где, ну, надо бы поднажать, может быть. Ну, вы знаете, я бы две здесь обозначил, такую внешнюю рамку и внутреннюю. Если говорить про внешнюю, то вообще, такой стратегический дефицит у нас общий, это дефицит времени в смысле, времени в долгую, дефицит стратегии, дефицит долгих денег, дефицит неизменных стандартов, неизменного поля законодательного. Вот почему вся вот эта вот история про эндаумент университетов так важна, потому что не так много инструментов университетов, когда люди могут что-то делать, понимая перспективу, там, 5-10 лет. И вот этого у нас, к сожалению, здесь огромный ресурс для работы, потому что я убежден, что чем более волатильна вот эта вот внешняя рамка, тем более оптимальной стратегией для игроков является, ну, короткая, короткая, игра в короткую или, так сказать, в предельном случае вообще ничего не делать. И с этой точки зрения, ну, вот, говоря про наши задачи, которые стоят сейчас, ну, нам, в общем-то, все-таки ранжировать эти школы придется, и школы этого ждут. Ведь пока изначально в проекте предполагается, что эти 30 школ будут разделены по 10 категориям с довольно существенной разницей финансирования из программы этих школ. Эта работа не произведена до сих пор. И предполагается, что она будет произведена по итогам отчетов работы этой школы за год, но это, в общем, у нас осталось не так много времени и у школ, и у совета для того, чтобы эту работу завершить. И очень бы хотелось здесь, чтобы в следующий год школы вступили уже с пониманием того, как они будут жить на как можно более длинный период. Здесь вот есть эта очень тонкая рамка. С одной стороны, важна, конечно, конкуренция, соревновательность, так сказать, ротация, чтобы стимулировать отстающих. С другой стороны, мы должны понимать, что вот эта рамка неизбежно ведет нас к таким ложно-быстрым победам, вместо того, чтобы строить серьезный, задельный фундамент. И вот это очень такой важный развивок. Вторая вещь, о которой я хотел бы сказать более внутреннее, это то, о чем говорил Владимир Генч. Это вот образовательная рамка продукта против рынка. Положа руку на сердце, большинство тех заявок, которые были даны из школы, они формулировались в терминах продуктов, а не в терминах рынков. И это транслируется и в образовательную рамку инженера. Здесь мы наследуем в каком-то смысле успеху советского атомного и космического проекта, когда экономическая рамка была на втором плане. При том, что мы знаем, что все великие инженеры прошлого, в диапазоне от Эдисона и Форда до Маска, прости господи, Илона нашего дорогого, у них всех эта рамка зашита с самого начала. И у Гейтса, и у Джобса, вот у всех этих имен, которые мы там любим произносить в этом контексте, у них всех эта рамка зашита. И в этом смысле вот здесь великий рассказ Левша, абсолютно гениальная вещь, которая это очень точно описывает. Да, мы можем сделать уникальное изделие, эта блоха будет подкована, но она не побежит после этого. И вот для того, чтобы у нас вот эта вот вся история с продуктами, которые производят Пиши, не превратилась в музей опытных образцов уникальных, а стала действительно новыми индустриями, вот эта рамка должна быть местами, я думаю, довольно жестко вшита с самого начала. Вот эта вот история, это не просто про курсы экономики для инженеров, это история про понимание того, что ресурсная рамка, временная рамка, экологическая рамка, она существует. Если вы что-то не можете сделать быстрее, качественнее и дешевле, чем ваш конкурент, вы вообще не должны этим заниматься. И вот это очень важная вещь. Потом еще один разрыв, который очень существенный, это и в этом смысле, кстати, вот возвращаясь, я тут тоже с Владимиром Евгеньевичем хотел бы согласиться, не надо питать больших надежд, что индустрия вам что-то расскажет. Я убежден, что университеты должны идти перед своими индустриальными партнерами, что они должны преимущественно не проводить какие-то окры минорным интересам индустриальных партнеров, а наоборот, они должны проводить те неры, на основании результатов которых они потом со своими индустриальными партнерами создадут новые бизнесы для тех рынков, на которых эти индустриальные партнеры играют. Именно так, кстати, ставят задачу Росатом для нас, как для своего опорного вуза, с точки зрения нашего взаимоотношения с госкорпорацией. Мы должны перед Росатом и прокладывать им на пути, а не, так сказать, решать какие-то задачи, которые госкорпорация решить не может. Все она может решить без нас, если задача сформулирована. А вот формулировка новых задач университета имеет большую степень свободы, он может себе больше позволить. И последняя история, тоже очень важная, это гуманитарный курс. Вот мы говорили здесь о понимании и степени того, насколько человек понимает систематику сложных систем. Вот у нас нет сомнений, что надо школьника учить арифметики, хотя мы понимаем, что никто в столбик в жизни ничего считать не будет, он будет пользоваться калькулятором. Но этот же вопрос транслируется дальше, нужно ли учить инженера брать неопределенные интегралы. Мы понимаем, что в реальной жизни, когда человеку это понадобится, он воспользует соответствующей системой символовых вычислений, он не будет это делать руками. Ну и этих вопросов огромное количество. Должен человек понимать сопромат, или достаточно, чтобы он пользовался с соответствующей системой ANSIS или LOGOS. И вот я убежден, что сохранение слоя людей, которые понимают, как устроены эти системы, это крайне важная вещь. Если мы будем в этом смысле пойдем по вот этому легкому пути, так сказать, подготовки пользователей в ущерб подготовке тех людей, которые понимают, как работают экспертные, в том числе, системы, системы искусственного интеллекта, то мы обречены в этом смысле быть заложниками тех решений, которые будут в этой системе заложены другими людьми, которые будут понимать, как они работают. Спасибо. Владимир, спасибо. Коллеги, у нас буквально 9 минут осталось. Я прошу вас в таком блиц-режиме и вот как мы сидим, так, наверное, ответить на вопросы. Вопрос тот же самый. Честная рефлексия проблем, которые сегодня стоят перед нами, а мы, это и профессиональное сообщество, университетское сообщество, это и государство. Какие проблемы для достижения технологического суренитета заставляют нас сейчас замедлиться? Вот на чем стоит, на что стоит обратить внимание? Владимир? Я, в принципе, уже сказал, в предыдущей части доклада не хватает технологий, не хватает, как сказать, цифровых технологий в университете, которые позволят вот подтолкнуть создание вот этих вот современных форм ванчения, которые нужны, массовое проектное обучение, гибридное сетевое образование. Мы двигаемся, я там говорил на другом выступлении, у нас есть консорциум, который старательно там создает конвенциональный стандарт, как это должно работать, это в наших планах вывода продукта. Для вас этот вопрос является домашним заданием? Да, для нас это является домашним заданием, безусловно, вот мы ищем новые формы кооперации, чтобы это сделать там не как Модеус там за пять лет а хотя бы года за два, то есть мы пытаемся ускоряться, мы ищем новые формы кооперации с университетом по этому поводу, вроде у нас получается, я надеюсь, что через год расскажем, как мы двигаемся по новому, очень надеюсь. Спасибо. Потому что тут нужны другие формы кооперации, сами мы не ускоримся, извините. Ну и тем более, да, я здесь согласен с Владимиром Шевченко в том, что горизонт не такой большой, есть много непонятных переменных, поэтому те лидеры, которые в том числе на своем капитале и на своей энергией выступают драйверами, они особенно цены или университет и для государства, потому что являются опорниками. Алексей Иванович. Я бы отметил, что наиболее ключевая сейчас вопрос, и вот мы с этим столкнулись, в какой степени это поиск надежных и эффективных высокотехнологичных партнеров, готовых довести вот продукцию до серии, вывести на рынок, все-таки вуз, это не про серию. И, конечно, если мы представляем образец с лучшими характеристиками, опытные, прошедшие испытания, ну вот это задача, конечно, вуза. А уже партнеры, а их может быть много, которые выводят их в серию. Ключевой момент это действительно заинтересованный партнер, готовый поставить или вместе сформулировать фронтированную инженерную задачу, участвовать на всех этапах, где вуз, в данном случае передавая инженерная школа, выступает лидером, драйвером этого процесса. И потом очень быстро, заранее подготавливая производство современное под выпуск серии, подхватывать вот эти опытные образцы, выводить их в серию. Вот это вот самое хорошее, потому что именно здесь тратится основное время. И вот это одна из ключевых задач, когда все работают слаженно на всех стадиях жизненного цикла, ну, если угодно, ТРЛ-ах. Спасибо. Спасибо. Антон Владимирович, на Самарский мед, я знаю, что равняются многие не только медицинские коллеги, вот именно на эту вашу матрицу, которая у вас давно получается, когда у вас наука, вот этот цикл наукопроизводства, он еще в университете получается, более того, у вас много технологических партнеров, с которыми вы так рука об руку давно идете, а что не получается, вот в чем вы видите те сложности, которые надо бы преодолеть? Ну, конечно, всегда, когда мы говорим об организации производства, и тем более о таких сложных вопросах, как инновационной организации, конечно, самое главное, это правильно найти баланс, вот этот вот баланс инноваций, время, существующие производственные мощности, потому что, конечно, когда мы говорим с медицинскими клиниками, с организацией здравоохранения, то задачи ставятся научные, очень колоссальные, это вот если говорить, например, про нейрообилизацию, то, конечно, есть задачи инвазивных различных устройств, которые могли бы помогать пациентам с большими нарушениями, конечно, это задачи, наоборот, носимых легких устройств, и любой врач, который этим профессионально занимается, особенно если он ученый и двигает вперед это направление, он поставит достаточно много таких важных вопросов, и совершенно верно, то, что если браться за все эти вопросы и пытаться их сразу решить, тем более на уровне, скажем так, существующих возможностей по производству, в том числе на базе различных компаний, на базе консорциумов, то, конечно, задача это может быть и крайне сложной, и крайне трудоемкой, и вот крайне важно для нас, и это вот очень большая проблема, как найти правильный баланс между наукоемкостью, между возможностью краткого, быстрого выхода на рынок, достижения заднего уровня технологической зрелости, технологической готовности, скажем так, производства к решению этих вопросов, прохождения корректной всех лирических процедур, в том числе сертификации и, значит, набора достаточной практики по реализации этих приборов и устройств, это очень важный вопрос, но я думаю, что он специфичен не только для медицины, а вообще для любой отрасли, вот поиск такого баланса это очень важно, и как раз здесь вот мы видим в рамках ПИШа, скажем так, такую проекцию этой задачи именно на инженерную логику, на инженерное мышление человека, когда человек, специалист в своей области, получая какие-то знания дополнительно в другой области, например, специалист по нейротехнологии в медицине, он уже на этапе, скажем так, начала проекта, на этапе эскизного проектирования, на этапе формулировки идеи, он уже понимает, какие при этом будут технологические сложности, какие при этом можно задействовать кооперации, существующие, в том числе производственные, какие возможности им удастся в социальной компании и рационально принимает решение, вот, и здесь, конечно, вот такая проекция, она может очень сильно помочь в решении этой проблемы. Спасибо большое, Дмитрий Кайсин. Смотрю на таймер и понимаю, что мы сегодня слово время произносили, время, скорость, мне кажется, больше всего. Раз, я вспомнил две фразы, говоря то, чего не хватает моих учителей. Первое, они говорили ключевой ресурс управленца это время, соответственно, вот у нас то же самое, время индустриальных партнеров, время самых лучших наших инженеров, время наше с вами. И вторая фраза тоже очень мне запомнилась, времени у нас мало, поэтому двигаться будем медленно. Это значит, надо сначала хорошо спроектировать, продумать, понять, а потом уже начинать полномасштабное, полноразмерное проектирование. И вот эта подготовка, продумывание всех аспектов, а не тяп-ляп и в продакшн, вот, мне кажется, тоже еще такой важный момент с точки зрения именно организации управления проектами, которые мы сейчас запускаем, и образовательных программ, и инженерных проектов, всего комплекса того, что мы делаем в передовых инженерных школах. А вы в каком горизонте планируете? 20-30 или подальше? Нет, нам приходится дальше, мы не можем. У нас 20-50 минимум, иначе мы не про будущее. Хорошо, спасибо. Александр. Про тонкую настройку три момента хотел бы отметить. Когда мы говорим про образование, мы сегодня говорим про новое совершенно качественное образование, и коллеги говорят о технологиях, и наша сегодня одна из задач, как перестать учить использовать технологии, а начать создавать технологии и научить этому созданию технологии. Второе, даже если мы больше копнем, как научить системному мышлению будущего инженера, чтобы он видел не только вот ту точечку, которую он делает, он ее классно сделает, и сразу тогда возникает вокруг и ЕСГ-повестка, и экономика, и то, что люди будут пользоваться этим. Мы помним недостатки иногда того, что делали советские инженеры, оно классно работало, но людей вокруг убивало немножко побочным эффектом. И третье, выпало из головы, третий момент хотел ответить. Ну, два пункта есть, это уже хорошо, это лучше, чем ноль. Коллега говорит, оставим интригу, вот выпало. Спасибо, спасибо, но может быть вспомнится еще, мы еще у нас есть несколько минут, Ирина. Коллеги, я как единственный гуманитарий здесь сидящих, должна просить вас закладывать в программу, закладывать в то, что вы делаете, всегда элемент этики. Тот самый гуманитарный компонент, о котором Владимир Игоревич упоминал, и это тоже большая задача и для перспективных инженерных школ, и вообще для всей той деятельности, которую ведут технари. Мы вас очень долго боялись, потому что технологии развивались слишком быстро, теперь технологии притормозились, теперь мы куда-то будем возвращаться, откатываться, ну и опережать. Так вот, давайте вот на этом новом витке будем добрее к миру и к природе, к самим себе, но при этом будем очень сильными. У нас сейчас то самое боевое слаживание. Но и еще хочу проанонсировать, что мы немного поменяли расписание наше сегодня, и обязательно продолжим разговор про перспективные инженерные школы уже в час передовые, извините, передовые инженерные школы уже в час дня, сразу после доклада Надежды Федоровой из Тюмгу и поговорим более подробно уже непосредственно о той деятельности, которую школы будут вести. Пожалуйста, оставайтесь в зале, ну а мы буквально через несколько минут пригласим на эту сцену Надежду Федорову. Ну подожди, мы еще не расходимся, а то сейчас коллеги хлопать начнут. Владимир Ильич, вам последнее слово, завершающее. О, это всегда вдохновляет. Но это уже традиция, традиция подводить итоги, методический лидер должен и начинать, и завершать, собственно, ведя за собой. Я очень благодарен вам, коллеги, за эту дискуссию. Я уверен, что много кому и здесь присутствующих есть что сказать. Я хочу попросить вас и призвать всех, кто нас слушает онлайн, обращаться в методический центр проекта передовой инженерной школы нашего университета, Георгий Ильич Тихомиров, его руководитель. Мы более чем открыты к любым мыслям, соображениям, разговорам. Нам вообще не хватает, я бы сказал, энергии и такой вот плотности этого общения. И я очень благодарен организаторам за то, что сегодня такое общение у нас произошло. А завершить я хотел бы, продолжая эстетику двух высказываний и двух фраз двумя цитатами из Мао Цзэдуна, если позволите. Первое звучит так. Когда мудрый человек чувствует ветер перемен, он строит не щит от ветра, а ветряную мельницу. А вторая цитата классическая «Наш путь извилист, но перспективы светлые». Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, сейчас очень в тренде цитировать Мао Цзэдуна. Буквально слово хотел сказать напоследок. Я из этой дискуссии для себя, вот особенно в той части, когда коллеги говорили о сложностях, много вынес, присоединяясь полностью к тезису Владимира Игоревича про то, что нужно больше говорить и больше вот эти разговоры, это не просто проговорить, это движение вперед. И особенно для тех коллег, которые по ту сторону экрана, которые сидят на местах, для них может быть не столько очевидно ответы на вопросы, и они эти вопросы как раз сегодня слышат. Буквально через пару недель состоится мероприятие, не в России, оно остается в Дубае, это встреча бизнесменов со всего мира с дубайской командой, которая прилетит из Арабских Эмиратов на ПМФ-23. Возможно, кто-то знает, что Арабские Эмираты это ключевой партнер, страна-гость на Петербургском, в нашем главном стране, экономическом форуме, и организаторы Росконгресс попросили собрать как раз вот эту обратную связь. А что же нам нужно от мирового бизнеса в сегодняшних непростых условиях? Я просто обязательно обязан вот эту нашу дискуссию, те проблемы, которые озвучили, мы обязательно это положим в дискуссию, которая состоится 15 ноября в Дубае. Уважаемые спикеры, спасибо вам большое, уважаемые участники, вам спасибо и хороших двух конференций.